Всем привет, друзья! С вами снова Аквамен. Приготовьтесь, мы будем пробивать днище. Наденьте шапочки из фольги и поставьте рядом с компуктерами стаканы с водой. Мы будем ее заряжать правильной акворастительной информацией. Растение сегодня, оно, ну, очень колоритное внешне, очень красивое, но информации по нему, как таковой, я не владел. До некоторых пор, когда настал момент всю подноготную этой травины вычислить. Альтернантера сплендида. А если быть точнее, альтернантера рейнеки сплендида. Она же альтернантера блестящая. Теперь по порядку. Есть всемирный каталог растений The Plant List. Я буду опираться на него, потому что это труд многих людей, проверенный годами. В общем, основная проблема этой альтернантеры кроется даже не в условиях содержания, а в названии. Баба Люся услышала за забором, что сплендида это то самое, что и кардиналис, и отсюда пошло. Но, смотрите, вы можете встретить, конечно, информацию, что это самостоятельный вид, типа альтернантера SP сплендида, что это альтернантера кардинальская, варитет какой-то кардиналис, что это рейнеки и прочее. Да, это альтернантера рейнеки, это стопудово. Причем, в каталоге есть такой призрачный род растений, называется телантеры. Он, в общем-то, по некоторым классификациям вообще отсутствует. И даже в The Plant List там всего один вид, который является по названию синонимом альтернантеры Сессилис. Так вот, есть такое название телантера кардиналис, которое является синонимом альтернантеры рейнеки. И вот тут пошло-поехало всюду писать, что альтернантера кардиналис это альтернантеры рейнеки и прочее. Нет, нет и еще раз нет. Альтернантеры рейнеки это базовый вид, на основе которого появились и альтернантеры рейнеки мини, и кардинальская, и розофолия, и роза нервис, и сплендида, и лилацена. И куча еще, я так подозреваю, альтернантеры есть на базе альтернантеры рейнеки. Это все разные растения. Еще раз, друзья, нужно запомнить, что есть альтернантеры рейнеки сплендида, и все. В чем же ее прелесть? На мой взгляд, это одна из самых пышных раскидистых альтернантер. Крупные, широкие листья ярко-красного цвета. И, по моему мнению, внешне именно габаритами листьев отличается эта альтернантера от своих сородичей. Опять-таки, по некоторой информации, эту альтернантеру щупали уже в 1899 году. Но, друзья, в том же каталоге The Plant List стоит 1915 год. А уж тем более, все вот эти разновидности, они появились значительно позже. Откуда она появилась, росла в природе, или же в пробирке наколдовали, информации по этому поводу точно и нет. Теперь к условиям содержания. Растет в аквариуме до полуметра в высоту. Желательно хороший свет иметь, подкармливать углекислотой и вкусняшками. Но, у некоторых растет и без углекислоты, со средним светом. Но, если у вас света не будет хватать, у вас просто нижние листья будут отламываться. Кстати, по поводу отломанных нижних листьев. Разнажать растения в аквариуме можно несколькими способами. Это вегетативно, то есть черенками, и получением отростков из листа. То есть, вы берете, отламываете листик, после чего пускаете его плавать по поверхности воды в аквариуме. И через некоторое время там появляются корешки и лезет новый росточек, который уже в дальнейшем превращается в самостоятельное растение. Это, конечно, круто. А крут еще тот момент, что эта альтернантера растет, как абсолютное большинство альтернантер на суше. Причем даже не во влажной среде, в тепличке, а прямо на подоконнике. Без проблем. В габаритах она, правда, становится немножко меньше. Становится более жестким листом. Но она растет. И растет значительно более быстрыми темпами, чем под водой. В меристемах непонятно, опять-таки, что авторы меристем имели в виду под блестящей альтернантерой. Путаница вселенского масштаба. В целом, это супер-мега-красное растение заднего плана. Оно пышное. Оно хорошо растет над водой. И оно, ну, очень интересное по размерам своих листьев. Обязательно пишите в комментариях, если вы содержали такую альтернантеру. Ну, а с вами был Аквамен. Увидимся очень скоро в новых видео. Всем пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok